Приветствую вас на первом циничном канале и мы с вами находимся в уникальном месте. Да, друзья, именно в этой беседке состоялась первая встреча в реале подписчиков, московской части подписчиков первого циничного канала почти два года назад, в августе 2017. Эта встреча была не самая многочисленная, порядка 20 человек присутствовала, но самое важное, безусловно, самое важное, потому что было положено начало процессу дивиртуализации, назовем это так. Вы увидели меня как человека, а не как картинку в ютубе там или в группе где-нибудь, а я увидел еще больше, я увидел живых людей, тех самых, которые пишут комментарии, общаются, но все-таки сидя там за никами, за аккаунтами, за какими-то там, не знаю, какой-нибудь Макс 2000. Что за человек там? Вот здесь мы пообщались вживую. Встречу действительно невозможно переоценить. Потом были более многочисленные, надеюсь, будут еще более многочисленные и будет еще более активная деятельность, но все-таки тогда мы были первые, первые, кто собрался в реале. Ну что ж, друзья, встреча это здорово, это действительно начало, без начала не было бы ничего, что было и будет дальше, но нужно продолжать. Нужна деятельность в реале и не просто встреча, потому что встречу сейчас не так трудно организовать, нужна деятельность. Поэтому сейчас я прошу вас прослушать очень важную информацию, постараюсь даже не чистить, многие говорят, Иоганн, быстро говоришь. Постараюсь так внятно ее доносить, но если вдруг что-то будет непонятно, не стесняйтесь, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Вот эти комментарии буду отслеживать повнимательней. Пишите в личку на выборы 2017, мыл, основная личка. Пишите туда, если будут какие-то практически вопросы. Ну а сейчас поехали. Информация. Где-то неделю назад я создал закрытую группу Тропарева Никулина, Очакова Матвеевская и Солнцева против алиментного беспредела. В эту группу, в закрытую, я попросил постучаться людей, которые, во-первых, живут в этих районах, в трех районах. Очакова Матвеевская, Тропарева Никулина, Солнцева. И, во-вторых, которым не безразлична тема, ну, попросту нарушения, во-первых, ну, не хочу говорить, прав ребенка. В общем-то, создание скотского положения для ребенка. Когда получатель алиментов не отчитывается по трате на ребенка, он их может получать, тратить на себя. Ну, тот ролик вы можете посмотреть, и давайте я ссылку на него прикреплю сюда же в описании сюжета, чтобы не повторяться. Ролик о создании той группы. Так вот, подписалось порядка, по-моему, 7 человек. Да, 7. Ну, 6-7 там участников вместе со мной. Немного, но все-таки это, наверное, проблема всего мужского движения. Мы очень разрознены. 78 тысяч на канале красиво смотрятся, но это же 78 тысяч по всему миру. А вот в конкретных районах, ну, вот, 6 человек нашлось. Но, друзья, было очень много писем в личку, что я тоже туда хочу, но я не живу в этих трех районах. Я говорю, ну, а как же так, как бы, это для трех районов. И я писал всем, что будет в ближайшее время возможность присоединиться к деятельности вне зависимости от того места, где вы живете. То есть, если вам не безразлична тема, там, ну, назовем это нарушение прав ребенка, не знаю, как это лучше назвать. Дальше нарушение прав отцов, которым не дают общаться с детьми. То есть, трата алиментов неподконтрольная, без отчета, невозможность отца встретиться с ребенком. То есть, если вам тема эта не безразлична, вы готовы действовать в реальном мире, вы готовы что-то менять, то, соответственно, вот жители этих трех районов в ту группу подписываются. Дальше я говорил, что будет создана еще отдельная группа. Назовем ее, давайте, знаете как, всем миром против алиментного беспредела. Если там тремя районами против алиментного беспредела, то здесь всем миром. И вот в эту группу, она будет тоже закрыта, я сейчас объясню, почему. В эту группу вы можете подписаться все, постучаться. Все те, кому не безразлична тема алиментного беспредела, нарушение прав отцов, что общаться не дают, нарушение прав детей, опять же, на общение с отцом. Короче, те, кому это не безразлично, и те, кто готов к какой-то деятельности. Сейчас объясню, какая деятельность будет по группам. Подписывайтесь в эту группу. Единственное, она будет закрыта. Почему? Потому что эта группа создается исключительно для деятельности. Не для обсуждения, не для критики. Это можно делать на первом циничном канале. Обсуждать, ну, так уж и быть, критиковать тоже можно, но умеренно. Умеренно и не переходя, как говорится, границы человеческого общения нормального в комментариях. Но эти группы создаются исключительно под деятельность. Поэтому туда стучитесь только тот, кто будет заниматься деятельностью. Стучитесь точно так же в закрытую группу. Ссылка на нее будет в описании этого сюжета. Итак, собственно, вот такие две группы будут созданы. Три района. Тропарево-Никульно, Очако-Матвеевско-Солнцево против алиментного беспредела. Всем миром против алиментного беспредела. Теперь непосредственно деятельность по этим группам. И вот здесь, друзья, прошу очень внимательно. Что касается Солнцевской группы. Я в ближайшее время туда выложу QR-код. Я его сам уже распространяю. QR-код вот того ролика, где я предлагал подписаться, предлагал жителям трех районов подписаться на эту группу. Я выложу в Ордовский документ с QR-кодом. Каждый из вас сможет распечатать QR-код и желательно распространять его здесь, в трех районах. Вот в этих. Хачаково-Матвеевско, Тропарево-Никульно, Солнцево. Это будет QR-код, который ссылку будет давать на тот ролик, ну, приглашающий вот в эту закрытую группу по трем районам. Может быть, мы найдем себе здесь соратников, в этих трех районах. Цель создать именно довольно-таки такое плотное, довольно-таки объединение мужчин в трех районах. Не только мужчин, а людей, сочувствующих проблеме. Которые понимают, что сейчас беспредел в элементном праве. Вот этот QR-код распространяйте. Дальше. Если вдруг у вас нету там принта этого копировать. Так, сейчас покажу. Можем встретиться. Я вам, ну, какое-то количество дам. Если вот, в принципе, вам распечатать негде. Как бабушка. Такой кошелечек под них сделал, чтобы не мять. Выглядит это вот так. Узнай правду и QR-код. Себе их напечатал, благополучно распространяю. Ну, как, собственно, недавно один ролик мы распространяли для молодежи. Дальше. Эта группа, вот этот QR-код будет в закрытой группе в Солнцево. Он в основном нужен для расклейки на вот этих, на территории трех районов. Солнцево, Тропарево-Никульно, Очако-Матвеевское. Дальше. Та группа, которая создается заново. Всем миром против алиментного беспредела. Стучитесь туда, кто хочет заняться деятельностью. Что я прошу делать вас? Вот для вас какая деятельность? Если хотите поучаствовать. Существуют группы. Я кину ссылки на них в саму группу, вот в эту всем миром против алиментного беспредела в закрытую. Будут там ссылки групп на группы. Это не мои группы. Это городские сообщества. Солнцево, Тропарево-Никульно, Очако-Матвеевское. На основные я кину ссылки. В свое время, где-то дня три назад, я публиковал там ролики. Ролик вот тот. Ну, зазывал как бы в закрытую группу людей. В основных группах удалили сразу же ролик. Потому что, я думаю, вы понимаете, в каком мире мы живем. Как эта отчетность по алиментам? Это безусловный доход получателя алиментов. Еще какая отчетность? Еще не хватало. А ребенок? Зачастую это функция дойной коровы. Так вот, удалили, а в одном, в одной группе Солнцево-Парк разгорелась очень жаркая дискуссия. И, естественно, как дискуссия, с моей стороны дискуссия, а со стороны остальных, кто там писал, не обязана, ну, как они сами перевели на матерей, не обязана мать давать отчетность никакую. Плати и забудь. Еще надо на мать платить алименты. То есть, доставай бабки и невякой. Примерно полемика такая. Очень много было, откровенно, там взорванных пауканов. Короче, такая дискуссия состоялась. Так вот, друзья, нужно понимать, и да, там были мужские комментарии, что то же самое. Мужик должен, мужик обязан. Вот сейчас кто-то в комментариях к сюжету на первом циничном написал, что, возможно, это, собственно, мужики, которые взяли разведенных женщин в жены и живут за счет алиментов с бывших мужей. Конечно, им выгодно, чтобы никакой отчетности не было. Может быть, может быть так, не знаю. Но, тем не менее, что я прошу вас сделать? Заходите вот в эти группы, в городские сообщества, просто открываете список участников и вступаете в переписку с каждым лично. Как бы мы не кидали ролики там какие-то. Ролики я могу сам быстро раскидать, их там удалят очень быстро. Но вы вступаете вот с этими жителями Тропарева, Никуль, Очакова, Матвеевская, Солнцева в личную переписку. Вы им лично объясняете, чем плоха алиментная система существующая. Что, с одной стороны, как бы алименты выбиваются, но контроля за их расходованием нет. И ребенок их точно так же может не получить, как если бы они не платились. Вот этот момент. Дальше. Перекрывает сообщение с ребенком, отцу. Иногда вымогательство происходит. То есть, хочешь общаться, плати деньги. То есть, ребенка фактически берут в заложники и требуют выкуп. Я лично не вижу никакой разницы с терроризмом. Когда человека в заложники берут и говорят, хочешь еще с ним пообщаться, скажем так, в этой жизни, плати. То же самое. Хочешь пообщаться со своим ребенком, плати. Вы объясняете каждому лично, в личной переписке, что такое мужское движение, за что мы выступаем. Вот это обязательная отчетность. Наказание за ограничение общения. Дальше. Зеркальные алименты. Почему, собственно, только платильщик алиментов должен платить, там, к примеру, 10 тысяч. А получатель, это же тоже родитель. Он тоже должен те же 10 тысяч на ребенка тратить. То есть, получаешь алименты 10 тысяч, отчитайся за трату 20 тысяч. Это понятно. Потому что тоже родитель тоже должен финансово обеспечивать ребенка. Вот эти требования, вы их не просто выплевываете, а объясняете, почему так. Какие ситуации создаются, когда отца лишают общения и ребенка лишают общения с отцом. Может быть, личная беседа, что, скорее всего, это единственный шанс, личная беседа может человека, ну, привести, как бы, вернуть к здравому смыслу. Лозунги не вернут. Слишком глубоко они сели в матриархат. Короче, друзья, это деятельность по спасению людей. Писать ли всем, и женщинам, и мужчинам, или же только мужчинам, смотрите сами. Вообще, понимаете, общение от сердца к сердцу, это такая вещь, которую я не могу порекомендовать, как это делать. От сердца к сердцу. Как правило, как это делать, подсказывает сердце. Поэтому сами смотрите, кому писать. Короче, открываете эти группы, Солнцевские, Тропаревские и Очаковские, просто берете участников и с каждым, с кем сочтете нужным. Может, лицо понравилось. Реально говорю, что может, вот просто расположенность какая-то к человеку. Представляетесь, пишете и, собственно, зовете вот в ту группу, в Солнцевскую. Ссылка на нее тоже будет, в закрытую. Там будет информация публиковаться для жителей вот этих районов. Блин, наверное, не знаю, насколько объяснил. Понятно. Если какие-то вопросы возникли, напишите, отвечу. Может быть, даже отдельно ролик сниму, если сейчас вот сумбурно получилось. Короче, для вас, вот для тех, кто не в Солнцево, не в трех районах живет, для вас просьба вступить в переписку с участниками городских сообществ вот этих трех районов, объяснять им, за что мы выступаем, собственно, отчетность по алиментам, общение с детьми и так далее, и звать в ту группу. Там будет для них дальнейшая информация по деятельности. Пока что вот это. Да, еще один момент, который вы можете помочь, поспособствовать, но это я уже говорил. Любой из вас может прислать видео на выборы 2017 о вашей ситуации, о том, как не дают общаться с детьми, о том, как выбивают алименты, проконтролировать которые вы не можете, расходование. То есть с вас выбили, а куда они потрачены, на ребенка или на билет Настаса Михайлова. Хрен его знает. Короче, вот этим вы тоже можете поспособствовать, помочь, потому что совсем уже немного времени осталось, я думаю, что дней 10 до того момента, когда начнется на первом циничном акция по алиментам. Как раз будут выкладываться видео. Вот такие видео. Поэтому сейчас у вас можно сказать возможность в последний вагон запрыгнуть, если все-таки думаете видео снять. Будет интересно. Видео много уже пришло. Ужасные. Ужасные. Реально. Людям судьбы ломают. Отцам ломают. Детям ломают. Женщины часто сами себе судьбы ломают. Ну, по крайней мере, вот от женщин не пришло видео, что там мне с ребенком не дают общаться, я алименты плачу. Таких нету. Пока что. Может придут. Все коснулось мужчин из тех видео, которые пришли. Можете прислать вот такое видео. Последняя возможность. Акция скоро начнется. Я не знаю, повторить, не повторить. Ну, вроде бы понятно объяснил. Короче, ссылка на солнцевскую группу будет здесь. И ссылка на группу Всем миром против алиментного беспредела будет тоже здесь. Ссылка на тот ролик, по которому QR-код тоже будет в описании этого сюжета. И он, собственно, опубликован в солнцевской группе. Ну вот. Я думаю, что понятно. Будут вопросы, спрашивайте еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok